Всем привет, я Скиф, это Don't Start Together Он довольно-таки прикольный, если вы по каким-то причинам продолбали его, то как бы поспешите, ну или не спешите, ну в общем не продолбите О том, что из себя в общем-то представляет зимний ивен поговорим чуть позже Сначала давайте обратим внимание на новые скины, которые стоит сказать крутые Это снегопадающая коллекция на часть персонажей каждый новый год Клеевцы завозят скины, вот эти вот зимние И здесь у нас есть возможность приобрести паки прошлых годов Есть вот максимально супер крутой пак со всеми, я так понимаю, зимними за 300 Новый стоит 259, а тут за 300 прям все Если у вас даже вот этих вот скинов каких-то не хватает, берете просто за 300, лишнее распускаете, получаете кучу ниток профит Я же нынче не стал покупать пак, у меня было что-то 1020 ниток Я много чего скрафтил, ну скрафтил в частности новые скины И опять же повторюсь, они крутые Посмотрите просто на этот шикардосный скин от Вортекса На Вортекса вернее даже Скин на VX вообще, мое почтение, выглядит очень круто Эти красные глаза, этот лед на голове, который кстати прозрачный в игре Что тоже как бы плюсы, выглядит это все и смотрится в целом интересным образом Ну на VX стоит отметить вообще, как правило, достаточно прикольные скины выпускают Пожалуй, визуально один из самых прикольных персонажей Ну как на мой вкус, потому что он такой робототехник И под него легко и просто, видать, придумываются разные прикольные вещи На этого типа тоже добавили какой-то скин, но кому не пофиг На Венонку тоже завезли скин Выглядит достаточно интересно Хотя вот немножко ноги как-то смущают Как-то крупновато, странно угловато Хотя это, в общем, наверное, какой-то такой концепт есть Возможно, отсылка на кого-то я, конечно, не в жизни угадаю Но пишите в комментариях, если знаете на кого У Варли тоже достаточно занятный скин Прическа, он не смог справиться то ли с феном, то ли с укладкой волос в целом Борода такая растрепанная В общем, достаточно новогодний и празднично выглядит Варли вообще досталась после их последних обновлений, которые еще не вышли на лайв Ему теперь помимо того, что прям заморочество готовить-то и раньше было, да И сейчас это еще в два раза усложняется все Ибо теперь ему еще надо, чтобы все свои вот эти вот растения Необходимые для создания различных бафов вырастить Это прям упороться Он просто по КД должен стоять на грядках И возле казанов Короче, ну такой специфический геймплей, но кому-то нравится Если вы вдруг по какой-то причине не знали, либо же забыли До сих пор можно выбить Twitch Drops Это вот такой вот скин на алхимическую машину И он достаточно прикольный На данный момент в игре вообще не так-то много скинов на алхимическую машину То есть по факту дефолтный Теперь вот тот вот Twitch Dropовский И еще вот такой вот есть вариант То есть по факту два скина И этот может достать на халяву Так что поспешите Ну а таким образом выглядит новогодняя лампа Как я и говорил, достаточно приятный скинчик Остается вот такой вот снежный след за ним По-моему, примерно такой же след остается Или же ровно такой, только чуть погуще За тростью Новогодний Но лампа, ок, прикольная Жаль, что для тех, у кого она уже есть Ничего не дают, даже не так просто так Ну и касаемо того, что мы можем делать У нас есть ведро для праздничной ели Их надо ставить, эти ведра И садить в них разного рода деревья К примеру, давайте посадим Обычную шишку Через некоторое время ель вырастет Ее можно будет украшать Подарки по-прежнему выпадают много откуда Из разных врагов, боссов Из боссов падают более элитные Игрушки, так скажем Есть там и всякие праздничные шарики Которые светятся, вот эти вот Соответственно, вернули и новогодних боссов Циклополень у нас в новогодней своей версии Обладает, помимо вот этой вот своей ледяной атаки Еще и лучом лазерным И если его убить Из него выпадает его глаз Причем даже не один, сразу два И вот эта вот игрушечка Великолепное украшение Ну а в общем-то, остальные боссы такие же Только с визуальным улучшением, скажем так Вернули также и готовку с прошлого года То есть мы ставим кирпичную печь Ставим столы зимнего банкета И можем готовить разного рода еду Здесь в общем-то все эти рецепты прописаны Для них единственное, что потребуется Праздничное настроение Добывается оно из печенюшек Печенюшки рандомные, но раз к вам прибегают Идете по их следу Нападаете на пряничного варга Либо же просто домики печенюшек Шатаете, добываете праздничное настроение Таким вот странным образом И готовите еду, которая не дает Каких-то супер важных бонусов, бустов Чего-либо вообще особо сильно не дает Ну немножечко там разных параметров Вам восстанавливает Можно отсюда попировать, поесть, да Но это больше сделано ради фана Видосик на эту тему я делал в прошлом году Оставлю ссылку в правом верхнем углу Посмотрите, если опять же пропустили Хотите во всем этом движнике поучаствовать Также разработчики говорят о том Что в конце месяца нас ждет еще какой-то бонус Что-то они там подготовили И что-то мне становится страшно После того, как вышла эта обнова с грядками Ну как вышла она пока что в бете Но я почитал комментарии Многим нравится и такой геймплей Поэтому ну пусть будет Как бы Но я бы хотел нечто другое увидеть Ну какая-то надежда есть И также по ссылке, которую идут разработчики В течение этого самого Винтерфеста Можно получить баллы на ваш аккаунт клея Которые можно тратить на Разные скины, которые вы продолбали Допустим из коллекции твич-дропов Ссылку оставлю наверное в прикрепленном комментарии А если вы не знаете как связать вашу учетку С Учеткой клеевцев В общем-то То гугл вам в помощь Либо у Жеки Дрож По-моему был видосик на эту тему На этом же Всем спасибо за просмотр Пишите что вы думаете по поводу Вообще последних обновлений в Дон Старве По поводу зимнего ивента И всем всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok